Привет! На момент обзора на сайте 8 модификаций модели Кершу Блюр. И Кен Оннион, дизайнер из США, он вообще 1963 года рождения, был приглашен в компанию Кершу в 1998 году к сотрудничеству как ножевого дизайнера. И талантливый наифмейкер практически сразу становится технической фигурой номер один предприятия и реализуется как инженер, конструктор, организатор производства. На сегодняшний день он получил 36 патентов на различные изобретения в области ножевого производства. Ножевые замки, предохранители, механизмы, дизайнерские разработки и прочее. С 2002 года Кен Оннион входит в реестр личностей и компаний США, влияющих на развитие страны. И не абы какое, все-таки довольно крупные из США. Награды. Нож года 2005, нож года 2007, зал славы журнала Blade Magazine, премии и почетные звания выставки Blade Show и многое другое. На самом деле очень знаменитый и прославленный дизайнер. Сталь, которая применяется здесь, это CPM M4. Инструментальная, быстро режущая, порошковая сталь. Выпускаемая американской металлургической компанией Crucible Industries, что в США. Так вот, CPM M4 это высоковонадевая версия самого популярного быстрореза M2. Из недостатков сложность термообработки. Склонность к обезуглероживанию и околенообразованию. Плохая шлифуемость, особенно тонкими абразивами. В последнее время набирает популярность на авторских ножах высокого класса. Потому что данная сталь, ну с одной стороны, она сильно коррозирует во влажной среде и требует более тщательного ухода. Либо клинок должен иметь коррозионное покрытие, антикоррозионное покрытие. Но с другой стороны, она позволяет закаливаться до очень высоких единиц, порядка 62-63 единиц по шкале Rockwell, заявленной на данном клиночке. И при этом она поражает, насколько она агрессивно режет. Очень шикарный такой, насыщенный рез у данной стали. По обуху у меня получилось намерить 3 мм ровно. По сведению 0,6 мм ближе к рукояти. И дальше по всей длине клинка это 0,5 мм. По весу у меня получилось 117 грамм. В конце 60-х годов американские физики Сол Айзенберг и Рональд Шаббат сказали новое слово в области упрочняющих технологий. Первыми в мире нанесли на подложку алмазоподобное покрытие, где тонкая углеродная пленка состояла из алмазоподобных и графитоподобных связей, которые были объединены в аморфную структуру. И первые сообщили ей твердость алмаза, а вторые скольжение графита. Это открывало широчайшие возможности для использования DLC покрытий в тех отраслях промышленности, где требовалось увеличить прочность рабочего инструмента и снизить трение между деталями. У меня есть многолетний опыт использования ножа с DLC покрытием Spyderco Military, и я просто в восторге от того, насколько оно стойкое и какие тяготы оно способно вынести. Круче покрытия я реально не знаю. Благодаря слоистой, вот этой алмазоподобной структуре покрытие DLC, оно очень прочное. Оно существенно тверже и прочнее сверхпрочных сортов стали, а также чрезвычайно устойчиво к коррозии и на самом деле очень приятно на ощупь. Такое, в принципе, немножко шершавенькое, но и скольжение позволяет происходить. 6061-6 алюминиум. Это авиационный алюминиевый сплав, который используется в рукояти, позволяет, в общем-то, нам прикоснуться к таким высоким технологиям, пользуется популярностью при изготовлении рукояти и складных ножей за, прежде всего, высокие прочностные свойства, ну и, само собой, технологичность. Покрытие, которое применяется, это Hard Coat Anodizing Type 3. В отличие от обычного, ну или Type 3, да, от обычного анодирования алюминия, когда оно покрывается тонкой пленкой оксида лишь снаружи, при анодировании по типу 3 алюминий при помощи специального электролитического процесса покрывается толстым слоем оксида, причем как на поверхности, так и внутри нее. И толщина такого покрытия обычно от 1 до 0,003 дюйма, да, или больше. Но твердость алюминия в месте покрытия становится порядка 60, иногда достигает до 70 единиц по шкале Rockwell. То есть оксид алюминия, он на самом деле очень прочный, он инертный, он стабильный. Свою инертность он передает также алюминию, на который он, соответственно, нанесен. Замок. Здесь применяется Liner Lock с системой SpeedSafe и Assist Opening. SpeedSafe это запатентованная система открытия складных ножей, которая встраивается в большинство моделей ножей Кершоу дизайна Кена Ониона. В общем-то он эту систему, насколько мне известно, и разработал, и один из патентов по этой системе ему и принадлежит. И сердце системы SpeedSafe это торсионная стойка. В сложном состоянии торсионная стойка помогает удерживать лезвие ножа закрытым. Но огромная популярность системы SpeedSafe, разработанной Кеном Онион, объясняется прежде всего тем, что нож вылетает как автоматический, при этом является полуавтоматическим, и объясняется запретом на изготовление и использование автоматических складных ножей во многих североамериканских штатах США. Соответственно, автоматы, где подпадают под запрет, на передний план, так скажем, выходят вот эти самые полуавтоматы, которые позволяют очень лихо, очень хлестко, быстро открывать клиночек, даже не имея каких-то определенных навыков, просто чуть-чуть придали небольшое ускорение, да немножко усилия вначале преодолели, и все, у вас клиночек вылетает как автомат. При этом обходит законодательные запреты. Осевой узел. Шайбы из фосфористой бронзы. Сорт специальной машины бронзы, отличающийся большим сопротивлением изнашивающим и истирающим таким усилиям. Вот, в общем-то, Factory Special Series, да, у нас здесь используется. Нож позиционируется как Everyday Carry, то есть нож для EDC, нож для каждодневного ношения и такого регулярного использования по самым различным задачам. Действительно, все практически складные ножи у нас относятся к классу Everyday Carry, ножи для каждый день. Некоторые из них подходят немножко лучше, некоторые чуть хуже. Но однозначно, Kershow Blur, и судя по вашим голосованиям, и судя, в принципе, по популярности продаж, это очень и очень знаменитая модель. Одна из самых, наверное, ну, даже, пожалуй, самая известная и продаваемая модель у компании Kershow, по крайней мере, насколько мне это известно. И действительно, такую репутацию нож заслужил не просто так. Официальный дилер Kershow будет в ссылочках в описании к этому видеоролику. Переходите, посмотрите, составьте свое впечатление. У меня нож Kershow Blur в разных модификациях, не впервой на канале. В принципе, мне этот нож всегда нравился. Он очень практичный, он очень такой применимый в повседневности. Реально удачная модель. Ничего в этом вопросе не сказать. По поводу дизайна, здесь все на любителя. Кому-то нравится что-то более агрессивное, такое, тактическое, милитаринаправленное. Кому-то нравятся какие-то более спокойные ножи, которые, в общем-то, не привлекают так много излишнего какого-то внимания окружающих. В данном случае Kershow Blur представляет из себя, ну, некоторый такой баланс, который, на самом деле, хорошо соблел производитель, дизайнер. И, соответственно, в общем-то, мы можем этим ножом пользоваться как каждодневным. Он реально заслуженно популярен. Ничего здесь, в общем-то, не сказать. Разные модификации, разные версии. Но вот на данный момент на съемке на сайте 8 модификаций. Можете перейти, посмотреть. Само собой, стоимости тоже могут несколько разниться. В зависимости от того, какие материалы здесь, прежде всего, применены. Большое спасибо всем, кто ставит лайки. Всем огромной удачи. Всем счастливо. Всем пока.